Местное самоуправление После майских праздников чебоксарские депутаты провели выездное совещание в замусоренной роще. Запретить нельзя построить. В администрации Чебоксар прошли публичные слушания по микрорайону премьер. Ура каникулы! Как будут отдыхать чебоксарские дети этим летом? Роща и берег реки Кукшум вместо зала заседаний. Чебоксарские депутаты провели выездное заседание на природе. И увидели не только свежую зелень и первоцветы. Весь апрель чебоксарцы выходили на субботники. Городские парки преобразились, а потом наступили майские праздники. Вот их последствия в роще Гузовского. Мы уже хотим с мешками сами завтра тоже пить и убрать. Теперь на пенсионеров надежда. В защиту молодого поколения депутаты отмечают. Не хватает не только культуры у населения. Урмы побольше, которые с раздельным сбором. Вот я смотрю, там пивные банки, бет-бутылки. То они бы даже заставляли людей носить туда. Ну не сложно же. Пока они придумали, как сделать, чтобы не мусорили, нужно убирать. В прошлом году все лесные массивы в черте Чебоксар передали на баланс городу. А значит грабли и мешки для мусора его управлению экологией в руки. А сам мусор отсюда кто выбирает? Сам мусор, вот вы как раз, мы объявили, вы уточнили бюджет, который был последний, апрельский получается. Мы разработали техзадание на содержание всех скверов. Мы сюда закладываем, это вывоз, как раз сбор мусора около скамеек. Вы, получается, подметание, получается, как раз дороже получается. Плюс, как раз по этому скверу мы хотим как раз акцентировать, это как раз вырубка веток, получается, вывоз вот этих поваленных деревьев. В Дубовой роще в Новоюжном районе другая проблема – освещение. В отличие от лесопарка Гузовского, здесь проходят пешеходные маршруты. Например, с улицы Кукшунгская на проспект 9-й пятилетки. Для многих это единственный путь на работу или в школу. Мы подготовили проект. Он довольно-таки очень большой, комплексный, обширный, стоит хорошего финансирования. Но в этом проекте уже есть и сеть дорожно-тропиночная, велодорожки, малоархитектурные формы, конечно же, освещение. Мы хотим его в этом году начать реализовывать. Как планируют наводить порядок в лесопарках, более или менее ясно. Территория теперь городская. Совсем другая история – частный сектор. Грустный пейзаж открылся народным избранникам на берегу реки Кукшум. Здесь единственный способ – работа с населением. У нас же есть два способа, да? То есть принуждение и убеждение. Начало всегда с убеждения. Если это не дойдет, значит будем принуждение в момент включать. Может быть, это в ужесточении законодательства. Ну а пока депутатский корпус и управление экологии принимают решение, как навести порядок и призвать к нему население, горожане снова маринуют шашлык. Впереди, наконец-то, теплые весенние выходные. Пожалуйста, не забудьте захватить с собой мешки для мусора. О чистоте в городе продолжим говорить с председателем постоянной комиссии по социальному развитию и экологии Натальей Ванеркиной. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот рощи, да, вы посмотрели сами с депутатским корпусом, Дубовая в северо-западном районе. Какие дальше будет предпринимать город действия? В 2016 году эту территорию передали муниципалитету. И нужно понимать, что необходимо наводить дальнейший порядок на территории Дубовой рощи, на территории Рощи Гузовского, потому что это места наиболее популярные для прогулок нашего населения. Соответственно, патруль полицейских, опять же, для того же самого порядка. Конечно же, покрасить скамеечки. То есть провести благоустройство. Это первый этап. Далее мы будем смотреть, что необходимо сделать с этой территорией, для того, чтобы нашим горожанам было комфортно. Ну, то есть город получил территорию, город будет присматривать за территорией, да? Ну и вопрос, конечно, горожан, потому что мусорят как раз эти самые горожане. Ну, к сожалению, да. У нас стоят специальные баки на выходе из этих дальних рощ. Но, к сожалению, культура оставляет желать лучшего. И вот даже 20 мая мы проводили субботник. На набережной реки Волга убирались депутаты Чебоксарского городского собрания. И возникает вопрос. Ну, и, может быть, даже надо обратиться к населению, к тому, что если вы посещаете какие-либо места общественные, пожалуйста, просто убирайте за собой. Тем самым, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ну, на самом деле, потому что тоже обращусь к зрителям, на самом деле никакого бюджета, никакого города не хватит, чтобы убирать, если мы будем с вами так мусорить. Ну, теперь к другой теме. Все-таки лето наступает, во всяком случае, календарное, да, несмотря на погоду, уже 1 июня у нас начнут работать лагеря разные. Как организован в этом году детский отдых в Чебоксарах? Детский отдых организован таким образом. Если речь идет о лагерях, лагеря у нас есть пришкольные, оздоровительные, загородные лагеря. И более того, у нас еще есть лагеря, которые организованы в детских садах. Это достаточно новый проект, очень интересный проект, который был запущен в прошлом году. И ученики, начальник классов окружающей территории могут посетить свой детский сад во время летних каникул. Для родителей это очень удобно, потому что понимаешь, что если первоклассник, он ранее был всегда в детском саду, под присмотром, его кормили, им занимались, и тут родители летом находятся на работе. Таким образом, для родителей это было востребовано и решили продолжить. На территории, на базе 12 детских садов организованы такие у нас лагеря для учащихся начальных школ. Туда могут попасть, видимо, не только бывшие воспитанники, да? Конечно, конечно. Это коммерческая путевка. У ребят с 8.30 до 2.00 находятся на территории детского сада. Они посещают различные экскурсии, они кушают, встречаются с воспитателями, если они ходили в этот детский сад. Поэтому все организовано. Мне кажется, шикарно для родителей. Забрали школу, отдали опять ненадолго в детский сад, и обратно в школу. Шикарно. Что касается лагерей именно оздоровительных, которые у нас в пригороде находятся, какая сейчас там ситуация? Насколько готовы они? Проверки проходят на этой неделе, и поэтому о готовности, пока не прошли проверки, говорить рано. Ну, конечно, к 1 июня лагеря будут все запущены. Более того, из бюджета города были выделены денежные средства на капитальный ремонт наших муниципальных лагерей. И путевки все уже были распределены, проданы. Соответственно, с 1 июня, конечно, в штатном режиме наши лагеря будут запущены. На что в первую очередь будете обращать внимание при проверке? На что обращают специалисты? Ну, конечно, проверку проводят специалисты соответствующих ведомств. Конечно, это СанПин. Все вопросы безопасности, это и видеонаблюдение смонтировано во всех пришкольных лагерях, на питание, совершенно на все. С лагерями оздоровительными понятно. Пришкольные лагеря тоже. Как будет функционировать вот этот вид отдыха у нас в этом году? В этом году в пришкольных лагерях увеличено количество детей. Если в прошлом году у нас 5 тысяч деток отдыхали в пришкольных лагерях, в этом году 10 тысяч деток. На базе всех школ они действовать будут? Практически всех, 45 школ охвачено. Практически всех школ. Это какой возраст? Это возраст различный, но, как правило, чаще всего популярно для начальной школы. Начальной школы. Начальной школы, потому что детки приходят, они ходят на экскурсии. Более того, у нас, мы развиваем с вами, говорим об образовательном туризме, и детки посещают различные программы, посещают предприятия города. У нас есть программы, разработанные с точки зрения урока истории в Ново-Южном районе. Есть, называется, улицы города. Интересно. Да, это новый проект. Конечно, он будет запускаться с 1 июня. Поэтому деткам, конечно, будет удобно и хорошо, комфортно в пришкольных лагерях. Ну да, потому что мне кажется, ребенку достаточно сложно объяснить, что означает улица 9-й пятилетки, например, или кто такой Хозангай. Действительно интересный проект. Так, теперь, если дети у нас остаются все-таки в городе, не идут не в пришкольные лагеря, не едут в какие-то там оздоровительные лагеря, да, они остаются дома. Какие здесь есть варианты у родителей? Ну, у нас, надо говорить о том, что наши парки города Чебоксары готовы к тому, чтобы приходили наши детки, приезжали даже из республики. Парк Лакреевский лес. Вот в прошлом году был запущен проект, когда каждый выходной проходили специализированные промо-мероприятия, специализированные фестивали, закуплены новые аттракционы. Соответственно, детей очень много, это очень востребовано. В парке Николаева, парк Лакреевский лес. Поэтому всех приглашаем, и дети с родителями могут пустить наши парки. Какой совет мы можем дать родителям, чьи дети остаются в городе, ну, фактически без присмотра, да, дома, на летние каникулы? Что им можете сказать? Ну, тоже как мама, я думаю. Ну, конечно, это самое главное, это вопрос безопасности. Все-таки, если есть возможность, ребенка, может быть, отправить в деревню, возможно, да, к бабушке, обеспечить должным образом его отдых, конечно, нужно контролировать и держать руку на пульсе. Вопросы безопасности – это самое важное, я считаю. Научить ребенка обращаться с газом, если же он сам горит. Правда, у нас всех есть микроволновые пить печи, но тем не менее. Тем не менее, да. Вопросы безопасности – это самое важное, я считаю. То есть, да, максимальная безопасность ребенка, да, научить его действовать в каких-то разных ситуациях, научить не открывать дверь, да, незнакомым людям. Ну, и, может быть, еще раз напомним про блокираторы на окна, да, чтобы ребенок как-то не снилось. Ну, на самом деле, это, конечно, вопрос очень щепетильный, и надо сказать, что зачастую обывательская точка зрения, что москитная сетка защищает от чего-либо, и, к сожалению, ну, нужно сказать, возможно сказать об этом, да, что пластиковые окна ни в коем случае нельзя открывать, если особенно проживают на высоком этаже, потому что, как правило, дети подвергаются опасности, падают с высоких этажей. Москитная сетка, она не защищает от падений. И, конечно, надо ставить специальные блокираторы, которые называют защитой от детей. И, конечно, родителям рекомендовало бы это сделать. Ну что ж, посоветуем всем, чтобы школьные каникулы прошли хорошо и весело. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Натальей Ванеркиной. Проект нового микрорайона есть, а одобрение жителей прилегающих улиц нет. Речь про территорию между улицами Константина Иванова и Водопроводная, которую в народе называют «За мамьем». В Большом зале городской администрации в очередной раз прошли публичные слушания. Наталью Афанасьеву и ее соседи из дома номер 11 по улице Водопроводная на публичные слушания привела вероятность остаться без детской площадки, парковки и вообще двора. Дело в том, что на территории между улицами Водопроводная, Константина Иванова и Московским проспектом планируется новый микрорайон «Премьер». И для застройщиков важен каждый метр земли. Мы в свое время не утвердили дворовую территорию и сейчас оказались в такой ситуации, что нас со всех сторон урезают. И у нас, по сути дела, не остается двора. И нам хотелось бы все-таки это узаконить и сделать как положено в пределах нормативов, которые положены для дома. Проблема Натальи Константиновны только верхушка айсберга недовольства жителей, живущих на прилегающих к будущему микрорайону улицах. И это несмотря на то, что проект уже неоднократно выносили на обсуждение архитектурного сообщества и общественности и впоследствии переделывали с учетом мнения тех и других. Основные замечания касались застройки первой линии, которая идет сразу за матерью. Ранее там были предусмотрены дома-колодцы, через которые невозможно было пройти жителям дальних домов. Сейчас абсолютно другая концепция. То есть это благоустроенная улица, зона отдыха для жителей всего района, которая не перегорожена никакими там заборами или там дорогами. Кроме того, были учтены нюансы по рельефу местности, были учтены нюансы по дорогам и красным линиям. А также были в ходе городстоятельного совета получены замечания от архитектурного сообщества по поводу самой архитектуры. И, конечно, эти все вопросы были сняты в дальнейшей доработке. Сейчас строительство уже началось. В настоящее время нам ведется строительство четырех жилых домов со сроками сдачи в 2017-2018 годах. И в текущем году планируется начать строительство еще двух жилых домов. Приступив к реализации проекта, после утверждения в 2015 году, нами, тем не менее, было принято решение пересмотреть часть проекта планировки территории. Одна из основных претензий к нынешней версии проекта района на непростом рельефе, перенос места, расположение будущей школы с участком между домами 11 и 15 по улице Водопроводная ниже и сокращение количества мест. Пусть школа стоит там, где ровное, хорошее место, где есть подъездные пути. Они устраивают на этом месте муравейник. Проектировщик посчитал, сколько нужно мест в школе для детей будущих жильцов и забыл про потребности жильцов нынешних, хотя школу в их районе им обещают уже больше 10 лет. По расчету, получается, нужно 263 места. Школа запроектирована на 275 мест. Уважаемые женщины! Жители, которые живут в данном микрорайоне, они уже пользуются школой Афанасия. Не учтены те дети, которые проживают в данном микрорайоне, уже в существующих домах. Абсолютно справедливое замечание. Если мы рассматриваем территорию в комплексе, то нужно учесть и те дома, которые уже существуют на прилегающих территориях. И по школе, и по детскому саду. Надо это учесть, и надо подкорректировать в этой части. Надо учесть и еще один немаловажный факт. Когда речь идет о застройках, на старых площадках всегда найдутся те, кто не захочет оставлять свою землю. Я не продам свой участок, и все. А вы нарисовали на моем участке, что знает что. Видимо, представителям компании-застройщика, проектировщикам и городским властям предстоит еще не раз встретиться с жителями. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова